У меня влоги начинаются по вечерам. В общем, всем привет! Появился повод поснимать, а предыдущий уже закончен влог. Поэтому будем начинать влог вечером. Завтра мы едем в Краснодар, но об этом завтра. А сегодня Лиза начистила целую гору мандарин. Мы просто взяли мандарины по 250 рублей с такой коричневой шкуркой. И дабы они не испортились, все, которые сильно коричневые, мы почистили. Ну, а завтра будем есть. А Лиза не просто почистила, я отобрала мандарины, она почистила. Она их сложила вот такой пирамидкой. Устроила красоту из мандарин. Я хочу на Новый год то же самое сделать, только повези еще мандарин. Ну, посмотрим, я не знаю, будет ли по низкой цене много мандарин. А так ты можешь хоть весь ящик, все 8 килограмм почистить. Хочу. Мы уже, вон, видите, спать ложимся, Миша, в пижаме. Да, Миша, это пирамида. Пирамида из мандарин. Ой, он не подсчитает. До 20 только учится. Слоев. Один, два. Слоев. Миша, слоев. Нижний этаж, этажей, Миша, сколько? Один. Вот еще один, два, три. И четыре. Четыре этажа. Четырехэтажная пирамида. Мандариновая. 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 Четыре, четыре, шестнадцать. Три, три, девять. Четыре, один, пять. Пять. И девять, четырнадцать. Мандариновая. И десять плюс десять? Двадцать. Итого? Тридцать. Молодец. Давай тебе по математике. Ты это должно быстро считать. Ну, в общем, вот как-то так, ребята. А сейчас мы будем выпускать. Молодец. Лиза, завтра до обеда я с Шетти, а после обеда меня не будет. Но я тебе постараюсь напомнить. Оставшийся почистишь. А можно не после обеда, а можно сразу? Прям сейчас? Ну, чисти. Только быстрее, надо спать ложиться. Свет, пожалуйста, Свет, мы спать ложимся. С Лизе можно поразвлекаться, она завтра не едет никуда. Ой, скачает тут без ласки на нас. Ты куда пошел? Ложись давай. Что тебе нужно? Попить. Кого тебе открыть нужно? Попить. Опять попить? Ты уписываешься потом. Ну, давай быстренько, наливай в себя, пей и будем спать. Ну, Миша, ну что это? Позови Катю. Позови Катю. Что ты знаешь? Катя с нами тоже завтра едет. Миша. Я сегодня получила ей направление в Коснодар. Миша, 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 Миша. Потом? А, сейчас, да? Катя, что ты говоришь такие сложные слова? Катя сказала сейчас. Катя едет завтра к окулисту. Педиатр предположила, что ее головные боли могут быть связаны с глазами, поэтому едем перепроверяться. Я сегодня ей получила направление, оформила все, проторчала в поликлинике три часа. Миша получила талон на анализ, мы его будем сдавать в понедельник. И мы поставили сегодня с Мишей манту. Завтра мы едем от Миши к логопеду, Катя к окулисту, берем с собой бабушку. И если будем мы не успевать, то я оставлю бабушку с Катей окулисту, а сама повезу Мишу, потом заберу их. А еще я купила сегодня значок инвалидный на машину. С утра надо будет его прилепить, чтобы мы могли вставать на любых местах, чтобы нашу машину не увезли. Все равно страхово вставать, конечно, на инвалидных местах, хоть мы и имеем на это право, но как-то не по себе. Но если других свободных не будет, то почему бы нет? Один ноль это десять, да. А два ноль? Миша, на меня посмотри. А два ноль это сколько? Два ноль это сколько? Это? Да. Это двадцать. Когда два и ноль. Два? Видишь, там два ноль есть. Мой. 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 Не моль. Мой это такая штука крылатая, которая жрет одежду. А это ноль. Н. Мой. Н. Ноль. Ноль. Мой. Да не моль, Миша. Мой. Молоко. Так. Ты что раскашлялся? Не хватало еще заболеть. Манту сегодня оставили с ним вместе. В пятницу будут проверять. Ну-ка покажи свою манту. Капец. Покажи. Не видно ничего. Смотрите какой круг у него образуется большой. У Лизаветы тоже вечно блямба громадная. Нас все время на перепроверки отправляли. Ну-у-у. Мочить нельзя. Ты в курсе, да? Да. Вот это. В обои руки моешь, а... Это. Да. Это? Купаться будем в субботу. Это. Да. Это. Вторую руку можно мочить. А вот там, где блямба, нельзя. Не надо отрубать, пожалуйста, ничего. Миш, пей. Может, ты трубочку достанешь? А где меня? Вот. Ахира. 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 Хорошо. До сюда. Трубочку достанешь? Нет. Утей много. А утей нельзя. Почему? Нельзя вон там, Миш. Где укол. А может так? Да укола можно, но укол попадать нельзя водой. Понял? Нет. Но так. Ну, лучше да. А может. Лучше только ладошки мыть. Ты прав. Утей. Утей. Вот видите, как Миша уже разговаривает хорошо, да? Я снимала. Молодец. Ну, что? Угу. Угу. Еще чуть-чуть и будем уже болтать вовсю. Все нас будут понимать. Да, сыночка? Угу. Пей молоко. Спать уже пора. Нам рано ехать. У Кати прием в 12. Нам ехать рано. Балавник маленький. Пей молоко. Сейчас я твое молоко выпью. К� тесты. Вы помните, да? Мы выезжаем в Краснодар сегодня. Вон он, Мишка. Вот мои папочки с документами. И перекус. Сегодня я беру с тобой перекус. яблочки и мандаринки чищенные. Ням-нямка. У меня есть вот такая вот штука. За 50 рублей вчера купленная. Надо пойти наклеить, однако. Это так получилось. Честно, никогда не думала, что на моей машине будет такой знак. Но надо его наклеить, чтобы можно было стоять на этих самых местах, и нас никто не увез. А около детского краевого центра, куда Катя едет, там проблема со стоянками, и зачем мы будем платить кучу денег, когда вот эти места, как правило, свободны, и мы можем на них встать теперь. Будет, что наше право закончится ровно в сентябре. Так, мусор я складываю вот сюда, складирую, потом выбрасываю. Вот. В общем, как-то так. Садимся и ждем Катю. Она пошла искать котенка, потому что Мишка оставил открытую дверь, и Катя боится теперь, что котенок убежал. Ну, снежок. Его на улице без присмотра лучше не оставлять. Так, у меня есть вот такие вот документы. Это направление Катины. Вот. Так, и Катин паспорт надо достать, и всякое такое. Да не ты спи. Катя, спи. Катя сказала, что она ни чайку, ничего не хочет, поспит в машине. А мы с Мишей пойдем, съедим зефирку и кофе в дорожку у бабушки. Пока, пока. Давай закроем. Все, пошли за зефиркой, быстрей. Время много, мы немножечко задержались. Выехали на 15 минут позже, поэтому надо поторапливаться. Ты еще капюшон сверху надвинь, чтобы тебя совсем не было видно. Наш 425-й. Мы ждем очереди в регистратуру. Уже 23-й пошел. Сейчас Катю будем. О, ура, куда? Во второй. До Катиного приема примерно 10 минут. Мы сейчас останемся. Я ее на прием свожу, а потом если время будет поджимать, то я уеду, а бабушка останется. Миша изучает язык. Буквы, точнее, снипы. Ему понравилось. Ну как? Хороший, да? Катеринка уже прошла два осмотра. Ждем третьего. Глаза закапали. Глаза болят? Нет? Голова болит, да? Спать охота. Ну, с головной болью мы, собственно, сюда и приехали разбираться. Мишу с бабушкой я отправила уже на такси туда, в Евразию, потому что бросить Катю здесь с бабушкой я не могу. Нужно участвовать в процессе, а бабушка не все знает. Поэтому бабушка поехала с Мишей. Мы с Катей закончим, поедем следом за ними и съедим по дороге чебурек. У нас там один чебурек есть. Да? Не захотела кушать? Катя не любит больницы. Она хочет кроватку. Ты можешь взять телефон? А, ты не можешь взять телефон, да. У тебя глаза закапаны. Ну, ты потом сможешь посидеть, поделать свои видео. Кстати, помешала, что меня вознаграждение. Ну, я не отказываюсь. Только не КФЦ. А что ты хочешь? Я. А? Кушать что-то хочешь? Не, не кушаю. А что ты хочешь? Кушать ты не будешь? Ну, точно не КФЦ. Я поняла, что мне КФЦ надоело. Надоело? Макдональдс? Нет. Бургер Кинг? Нет. Не еда вообще? Не еда. А что ты хочешь? Спасибо. Придумывай. Спасибо. Катя пользуется моментом. Называется. Хитрю. Но Мишка же пользуется, когда она получает киндерсы. Да, все пользуются. Все мамы пользуются. Хотя, в принципе, я тоже пользовалась, когда Моника была. Сейчас нам... Да, ты тоже пользовалась, как Мишка. Сейчас нам пропишут новые очки. Будет еще одна незапланированная трата. Есть. Я сейчас, что я не виновата. А? Ты не виновата. Никто не говорит, что ты виновата. А еще... Я как делала, я настиралась. Еще мы пойдем к дерматологу с лицом с нашим. Хочется избавиться от такого количества прыщей и от всего прочего. Мы едем, как вы видите. Пока мы там ждали осмотры. Осмотров у Кати было несколько. У меня сел телефон. И вообще, короче, было не до съемок. Сейчас мы уже подъезжаем к Яну Полуяну, где нас ждут бабушка и Миша. В общем, что нам сказали? Что-то у нас там с глазным дном... Блин, солнышко. Не свети так ярко. Засвечиваешь свету. Вообще капец. Ну, простите, это солнце. Я его не могу выключить. Я бы попробовала, но вряд ли получится. С собой, да? Ой, так еще хуже. Короче, как-то так. В общем, зрение у Кати не сильно изменилось. По сравнению с 2018 годом, когда мы были в последний раз. Вот. Правда, параметры поменялись. И сказали, что, конечно, не критично, но очки бы поменять. Но так как у Кати глаза в очках начинают болеть, значит, ей очки действительно не подходят, и мы их будем менять. О, самолетики. Самолетики – это знак, что надо разворачиваться. Значит, мы доехали до поворота. На Яна Полуяна. Я уже ориентируюсь в Краснодаре, представляете? У меня отрубился навигатор, и я почти полностью доехала куда надо. Ну, потом мы включили, скачали и включили навигатор на Акатином телефоне. Так, мы сейчас вот здесь вот не будем разворачиваться, где все разворачиваются. Мы поедем в отдельное место, правильно? Как особенное. В общем, нам сказали, что надо топать к неврологу. Выписали там капельки для глаз, ну, те же самые, которые в прошлый раз. Чернику сказали кушать. И топать к неврологу. К неврологу записались аж на 7 декабря. Теперь надо записаться на понедельник к нашему педиатру и задать вопрос, мы что, все это время дома будем сидеть? Или нет? В общем, непонятно, что будет. Но сейчас мы едем за Мишей и бабушкой. Миша на занятии. Занятие еще не закончилось, но уже скоро закончится. Мы там вставали на платную стоянку, потому что мест не было вообще никаких. На супер платную стоянку. Короче, мы столько торчали в этой больнице, что за стоянку пришлось отдать 500 рублей. Ну, в связи с чем мне сейчас надо сбегать в банкомат и доснять денежку, чтобы мне хватило заплатить за Мишу. Сегодня какой-то такой день неправильный, сумбурный. Но я для себя решила точно совмещать поездку с Катей и Мишей. Я больше не буду. Хотела сэкономить на бензине. В итоге потратила кучу нервов. И я бы не сказала, что я сэкономила. Мне пришлось бабушку с Мишей отправить на такси. Такая уж эта экономия. Так, я на Полуяну где-то тут. Или где-то там. Нет, где-то там. Это проезжаем, а вот там. Уровень знания Краснодара с этой. Где-то тут, где-то там. Всё. Ну, эту часть Краснодара я уже чуть-чуть знаю. Здесь мне реально комфортнее. Немножко. Ой, не туда повернула. Сюда повернула. Ну, это мелочи жизни. Приехали почти. В общем-то, мы уже в Ашане. Ну, почти. Едем в Ашан. На входе пока пускают. Сейчас будем проверять, как дальше тут дело стоит. Ну, в Ашан-то точно должны пустить. Сегодня мы целой командой. В следующий раз поедем с Мишей к остеопату, а через неделю поедем сначала с Катей, а потом с Мишей. Вот это будет Атас. Сейчас пойдем в Ашан, носочки посмотрим, газировочку. Ну, еще что-нибудь может быть. Доброго всем утра. Это уже следующий день. И что мы имеем? Миша не пошел в сад. Лизавета там на заднем плане спит. О, уже не спит. Доброе утро. Спи. А мы с Мишкой завтракаем. Катя тоже спит. Все болеющие. Перемиша, похоже, усадится на справку. Потому что пожаловался, что горлышко болит. Вчера покачливал. Самое интересное, что завтра мы должны реакцию Мантусу показать. Написала в группу воспитателя. Жду ответа, чего мне скажут. Как нам с этим поступить. Вкусно? У меня сегодня техосмотр. Поэтому сейчас с вами соберемся. И поедем на техосмотр. Мишку оставим с девочками. Вот так вот. Опять сидим дома. Ну, все, друзья, товарищи. Погнали на техосмотр. Время половина девятого. В девять будет техосмотр. Мишулькина оставила с девчонками. Поехали. Давно я не проходила техосмотр. Я, честно говоря, даже не знаю, что там делать надо будет. Надеюсь, что все нормально. Но, во всяком случае, стекло у меня точно нормальное. А что еще проверять будут, я даже и не знаю. Сижу, жду, что у самого техосмотра 10 минут осталось. Я уже все оплатила, сходила. Сказали, машина, которая впереди меня стоит, она выйдет, а потом я туда подъеду. Одна проблема. Там яма. Я капец как боюсь ехать там, где вот между колес яма. Не знаю, почему боюсь. Ни разу в нее не падала, но мне все время кажется, что я в нее обязательно свалюсь. Вот, видите, я еще не на яме. Я еще как бы на твердой земле. Но мне почему-то всегда кажется, что все, вот я. Если поеду, то я туда свалюсь. Еще тут грузовики ремонтируют. Заводские, наверное. Там пусто. Все, я прошла. И уже даже уехала до бабушек. Не сложно. Самое сложное, это заехать на яму. Ну, только потому, что мне страшно. А так вообще не сложно. Проходить техосмотр. На выходе у меня проверили, на выезде из этого вот всего, у меня проверили багажник. Вот это охранник проверяет, наверное, не вывозит ли что-то с завода. Я говорю, багажник ничего не положили, представляете, только бумажку дали. А, кстати, бумажку мне дали на два года. Два. Я думала, что... Его дадут на один год. А где тут написано, что он на два? А, вот. Срок действия до 25-го, 11-го, 2023-го. Я молодец. Перечислено все, что должно работать. Все. Заставили снять вот эту штуку. Сейчас буду цеплять ее обратно на стекло и пойду к бабушке пить кофе. А потом поеду домой. Мишутик меня там ждет. Болеющий. Будем лечить сыночку. На этом завершим этот влог. Ну, а увидимся с вами в следующем влоге. На канале Моя Веселая Семейка. А чтобы его не пропустить, нужно подписываться и колокольчик нажимать. Буду рада видеть вас снова. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok